Дарова всем ребята, Акент пока на проводе и прямо сегодня я зашел на аккаунт очень жесткого киберспортсмена. Вы просто будете в шоке, поэтому моему совет посмотрите данное видео до конца. Ну что же, приятного просмотра, а мы начинаем. Ну а перед началом данного ролика хотел бы вам разыграть нож бабочку Dragon Glaze. Чтобы получить, тебе надо первое, поставить лайк, подписаться. Во-вторых, написать любой хороший комментарий плюс твою ID. И третье, самое важное, посмотри все видео без примоток от начала до конца. На GG Синдов вышло свежее обновление. Добавили весенние кейсы, в которых вас ждет топовый дроп. Обновили сам сайт и группу ВК. Также добавили бесплатные подарки за пополнение. Просто пополняешь баланс и забираешь призы. Не забываем также про бесплатный барабан бонусов. А по моему промокоду получаете еще один бесплатный барабан бонусов. Также в описании есть промокод на бесплатных 35% пополнению. Всем нужны ссылочки, ты найдешь в описании. GG Синдов мой выбор. Ну что же, дамы и господа, прямо сейчас мы находимся на аккаунте этого юного киберспортсмена. Ребят, ему всего лишь 13 лет, но посмотрите на его звание. У него звание мастер. ММР у него 1780. Ник у него путь к легенде. Аватарка тоже легенда. Он днями и ночами задротит Синдов, потому что его мечта получить легенду. И знаете, что самое интересное? Вы сейчас будете просто в шоке. Самое интересное это то, что у него уже была легенда, но из-за сраных читеров он ее слил. Блин, реально, братан, мне тебе очень жаль, потому что ты был легендой. Но из-за читагу ты просто взял и слил. КД у него 1.84, то есть это очень хороший КД. В общей статистике 2.51. И мой вам совет, ребята. Если вы думаете, что этот парень нуб, просто попробуйте и сыграйте с ним дуэль. Потому что он играет просто нереально хорошо. А теперь давай-ка посмотрим его, ребят, историю матчей. Вот прямо сейчас мы-то и узнаем, какой же он киберспортсмен. Поражение 0.6. Я уверен, что у них было поражение, потому что против них попался читер. Я прав или нет? И, ребята, я... Так, подожди, а что это было? Слушай, размет все. А что вы все ливнули? А это, короче, последняя каточка, когда ты, типа, тестировал обновление 0.15.3, которое вышло. А, это когда я ливнул, и вы все остальные ливнули за мной. А, ха-ха-ха-ха, неловко вышло. Так, ну что же, давайте мы прямо сейчас посмотрим, как же он отыграл на провинции. Я захожу сюда, и я вижу то, что он отыграл на втором месте. У него 21 килл. То есть он отыграл явно очень хорошо. В отличие от кент-пк, потому что у меня 6 килл. Вот это я на бас. Так, ну что, смотрим дальше. А тут у него поражение. Давайте посмотрим. 10-0. Ничего себе, братан. Ну, счет вообще все плохо. Ну, даже, когда они проиграли 10-0, он был все равно на первом месте. То есть, ну, я с ним пение, у него просто была команда раков. Ну, а так он играет очень хорошо. Так, давайте посмотрим. Победа 10-0. А, ну-ка, ну-ка. И тут обратно же он на первом месте. Так что, ребят, то, что он настоящая небущенная легенда, я думаю, ни у кого нету сомнений. Ну, и, конечно же, вам всем интересно, в каком же клане состоит эта киберкатлета. Ребят, конечно же, это самый топовый киберспортивный клан под названием Маслята. Маслята топ! Ну, а прямо сейчас мы, ребятки, дошли до списка его друзей. У него всего лишь 40 друзей, и я уже вижу обовина. Это настоящий не фейк, самый настоящий обовин. Так, ну что же, смотрим дальше. Кто... О, парень с клана Е8, Д3. Ну, слушайте, ну, я, ребята, честно говоря, немножко в шоке. У него реально в друзьях дохрена киберспортсменов. У него в друзьях есть Веля. Нифига себе, сказал я себе. Вот он, блатной, какие-то нагибаторы 2-2-2, 2-2-8. Ну, я вижу, парень укупает, с кем он играет. Карусели. Это вообще какой-то чел из клана Horizon. Нифига себе. Не, ну я, ребят, скажу так, то, что у него явно очень солидные друзья. Ну, прям вообще достойные. Мне вот, ребят, всегда было интересно почитать, какие же сообщения пишут киберспортсмены. Давайте посмотрим, что же ему пишут. Чел, дай голды, чел, добавь, друзья. Ха-ха-ха. Ну, как я понял, дай, пожалуйста, промокод. Ничего себе, чел наглый. Короче, ребят, как я понял, ему пишут то же самое, что и мне. Дай голды, бро. Ха-ха-ха-ха. Короче, как я понял, ему пишут те же самые люди, что и мне, которые просят постоянно голды. И вообще не важно, что он киберспортсмен. Им самое главное, чтобы им дали голды. И я прекрасно понимаю то, что вам всем интересно посмотреть, какой же у него инвентарь. Ребята, вообще без единой проблемки. Прямо сейчас прихожу к нему в инвентарь. У него очень бедный аккаунт. У него всего лишь 0,4 голды, 47 серебра. Ну, реально очень бедный аккаунт. Я вижу то, что у него SP 35 стралиста трек. Но зато есть очень крутая наклеечка. Вот эта наклейка меня реально радует. Дальше у него есть AVM Dragon с четырьмя наклейками. Ну, братан, ну хотя бы что-то. Хотя бы есть хоть какие-то скины. Дальше Хаир Спорт. Кстати, ребят, если бы у меня реально было мало голды, то я себе тоже купил Бакэр Спорт. Потому что очень крутой скин. USP PCS. Ну, короче, ребят, примерно весь его аккаунт стоит 100-200 голды. Также у него есть медаль ветерана 2020 года. Ничего себе, мое почтение. И куча райвел-боксов. Не знаю зачем. Давайте, пока он не видит. Одну штучечку откроем. Посмотрим, что же ему выпало в конце концов, ребята. ЮМП 45 Айрон. Я понял? Больше не открываем. И, конечно же, ребята, я не могу оставить его без внимания. Потому что он киберкотлета. Он мой подписчик, он мой модератор. И прямо сейчас я дам ему немножко голды. Так, Агась, только что я выставил скин. И прямо сейчас, ребятки, я с телефона покупаю. И мы купим ему кейсики. И откроем их и посмотрим, что же ему выпадет. Ну, все, братик, поздравляю. Дядюшка Кент подарил тебе 1000 голды. Ну, что же. Давайте-ка мы прямо сейчас выберем для него кейсы. Я думаю, что, ну, к примеру, 3 ревел-кейса. Дальше. 3 фуриес-кейса. И по одному фейбл, и по одному скорпион-кейсу будет самое то. И у нас, ребятки, осталось ровно 200 голды. Мы еще купим 3 стикер-пака. И, в принципе, вперед к открытию. Будем же смотреть, повезет ли киберспортсмену или нет. Ну, что, братик, надеюсь, ты готов. Открываю фейбл-кейсы, делаю мега-буст раз. Мега-буст два. Говорит, хочу легости. И что же нападает, родники? А ну-ка, сейчас мы посмотрим, что же ты за киберспортсмен. М110 кибер. Я скажу так, каким бы дерьмом этот скин не был. Но, тем не менее, раньше М110 кибер у него не было. Поэтому я считаю, что он будет очень доволен. Так, ребят, ну вот прямо сейчас, вот смотрите. Если нам выпадет легендарка или аркана, это означает то, что он не бущенный. Если выпадает рарка или эпик, значит он бущенный киберспортсмен. Братан. Надеюсь, что он будет или легендарка, или аркана. И нам выпадает... У-у-у-у. Да ты что, оказывается он бущенный. Ребят, я скажу так, этот способ никогда не врет. Я всегда ему доверяю. Ну, а если серьезно, ребята, я хочу очень сильно ему выбить хотя бы одну аркану. А желательно нож, потому что у него его нету. И я думаю, что он будет очень сильно рад. Ну что же, открывая скорпион-кейс, нам выпадает на постель банана. Даже не статрек, обидненько, обидненько. Ребят, давайте просто по-фасту открываем три рейнбол-сникер-пака. А вдруг сейчас выводит, например, на клетчика самурай. И мы просто купим любой нож, который он захочет. Так, первый стикер-пак, к сожалению, нас подвел. Открываем рейнбол-сникер-пак номер два. С него же выпадает стикер Headshot Zone. Спасибо тебе большое, стендов. Ты очень сильно везучий. Так, открываем дальше. Рейнбол-сникер-пак номер три. И нам выпадает, ну, ребят, ну в конце концов, ну нам хоть что-то. Нормальное выпадет сегодня. Так, nice kill. Ну, это так все, это ерунда. Так, все, ребят, полетели. Осталось пять кейсиков. Ну, а дальше мы, ребят, открываем фуриер-скейс. Я очень надеюсь, что нам выпадет что-то хорошее. Ну, например, керамбит драгон-глэст или керамбит клофт. Да хотя бы аркана. Хотя бы P350 форрис-спирит. Главное, чтобы статрек. Все, ребят, полетели сходу. Ну-ну-ну, статрек, статрек, статрек. Блин, ребята, справа была аркана. Это очень хороший примет. Вижу, вижу, очень много аркан пролетает, очень много керамбитов. И нам выпадает Фомас Биггл. Даже не статрек. Ну, ребята, ну как так можно? Но ничего страшного, потому что у нас остается еще ровно три кейса. Я прекрасно понимаю, что может очень сильно повезти. Просто главное взять волю в кулак. Просто хэштег удача и полетели. Просто удача, удача. Ну-ну-ну-ну-ну. Давай-давай-давай, аркана. Лейнарка, стой. Блин, блин, блин. Так, ребят, два кейса. А прикиньте, вот прямо сейчас, если нам выпадет аркана, как же я буду орать? Выпадало одно дерьмо, а сейчас выпадет аркана. Так, ребят, пожалуйста, что же нам выпадает-то? Опа, Desert Eagle, Dragon Quest. Ну, я думаю, неплохо, и я думаю, он будет с ним играть. И остается последний кейс, ребят, последняя надежда. Я очень надеюсь, что нам повезет. По крайней мере, хотелось бы верить. Просто поехали, просто поехали, 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 поехали. Блин, я не хочу на это смотреть, мне страшно. И, И, П-350 ралли. Короче, мужики, если вы наберете 10к лайков, то я обязательно сниму еще одну прокачку с этим киберспортсменом. Поэтому прямо сейчас ставь лайк, подписывайся на мой канал, и пиши в комментариях любой хороший комментарий. С вами был ваш Кентуха, всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok